Всем привет! С вами Маша и вы смотрите канал похудения мамы и дочки. Сегодняшнее видео будет из рубрики ешьте и худейте вместе с нами и я вам покажу наш обед и частично процесс его приготовления. Но видео выйдет немного в измененном формате, потому что прежде чем пригласить вас на кухню, я хочу поделиться своими впечатлениями о недавних покупках декоративной косметики, которые я показывала в предыдущем видео. И хочу вас попросить, напишите пожалуйста в комментариях, как вам такие изменения, новый формат. Мне кажется, что так будет намного интереснее, более смотрибельно, потому что в последнее время мне начинает казаться, что узкоспециализированные, узкотематические, что называется, видео, они больше походят на передачи, на телевизионные передачи, а я телевизор не смотрю, совсем не смотрю. И YouTube привлекает меня именно тем, что здесь нет каких-то рамок, нет каких-то форматов, сценариев, заученных текстов, и происходит живое общение блогера со зрителями. Есть, конечно же, постановочные видео, и возможно кто-то пишет сценарии, тексты, учит их наизусть, но такие видео мне неинтересны. Поэтому я вот решила кое-что поменять. Конечно, я буду записывать и тематические видео, буду посвящать, как это было раньше, буду посвящать какой-то одной теме целое видео, но некоторые видео, и вот в частности, как видео из этой рубрики, мне кажется, как-то лучше разбавлять, потому что так можно рассказать не только о еде, о том, что сегодня, например, мы будем есть, и как мы это готовим, но также еще о каких-то вещах. Вот сегодня мне захотелось вам, например, рассказать о косметике, поделиться своими впечатлениями, ну, потом будут какие-то другие темы, в общем, мне кажется, что так намного интереснее. Так что напишите, пожалуйста, буду ждать ваше мнение и ваши комментарии. Итак, сегодня я вам быстренько покажу два продукта. Это будет блеск для губ от Элазур в оттенке 1832 и тушь от Ланком Гипноз. Давайте начну я с блеска для губ. Оттенок, повторю, 1832, вот так вот он выглядит, и вот так вот он смотрится на губах. Я его нанесла на губы. И что я вам могу сказать? Мне этот продукт понравился, и я считаю, что у него идеальное соотношение цены и качества. Такая вот у него кисточка, губочка такая вот. Вот он очень хорошо и легко наносится на губы, прекрасно ложится, никуда не забивается, не течет, и он не липкий. Сейчас я его нанесу. Вот так вот он выглядит на губах. То есть я очень им довольна, учитывая, что стоит он очень недорого, тем более, что я его покупала еще и с 50% скидкой. И могу сказать, что есть люксовые блески для губ, которые по качеству намного хуже. Либо блески масс-маркетовские, которые стоят дороже и тоже отвратительного качества. Кстати говоря, у меня есть несколько продуктов, которые я собираюсь выбросить. Если вам интересно, напишите, то я тоже коротко про них расскажу. Так что он мне очень понравился и всем его рекомендую. И, наконец, тушь для ресниц. Это оттенок второй, коричневая тушь. Покажу вам кисточку. Вот такая вот кисточка стандартная. И тушь, как я уже сказала, коричневого цвета. Что я вам могу про нее сказать? Ну, однозначно, это не восторг, это не вау. В то же время, не могу сказать, что она совсем плохая. И основной для меня минус в том, что она густая. То есть, когда наносишь ее на ресницы, очень легко переборщить. И ресницы тогда начнут слепаться и будут выглядеть как кукольные. Хотя это сейчас модно, в тренде, но мне это не нравится. Если поднравиться и наносить ее аккуратно, то эффект будет вот такой. У меня нет сегодня стрелок специально, чтобы вы лучше смогли разглядеть мои ресницы. Вот так вот она смотрится на ресницах, вот таким вот образом. Она ресницы удлиняет, она придает им объем, это точно, это однозначно. Но вот за счет густоты она мне не очень понравилась. И я даже не знаю, куплю ли я ее снова, но в следующий раз точно я ее не куплю. Я буду пользоваться этой тушью, но когда она закончится, я куплю что-то другое. То есть она не плохая, но вот эта вот густота и надо просто подноровиться, надо понять, как лучше наносить. Потому что иначе, как я уже сказала, очень-очень легко переборщить. В то же время удлиняет очень хорошо, вот еще раз вам покажу. И придает объем, это точно. Так что вот тушь средняя такая, неплохая, но и не вау-эффект, не восторг. Такой был обзор на эти два продукта, мои дорогие. И сейчас, да, пишите, пожалуйста, в комментариях, пользовались ли вы этой тушью, как вам она. Потому что я знаю людей, которые от нее в восторге, подсели на нее и покупают исключительно ее. И также знаю людей, которым она не нравится. У меня, в общем, такое вот двоякое впечатление. С одной стороны объем и длина, с другой стороны сложно ее наносить, она слишком густая. Но она не осыпается, кстати, да, она не осыпается. То есть вот как бы такие вот у меня впечатления. И сейчас, мои дорогие, приглашаю вас на кухню и покажу вам, какой у нас будет обед, что я буду сегодня готовить. На обед у нас сегодня будет рыба, как основное блюдо. Это горбуша. И я ее уже разрезала на две половинки и положила на фольгу. Я ее не буду заворачивать в фольгу, она будет запекаться вот в таком вот виде. Фольгу я просто постелила на дно формы для запекания, для того, чтобы рыба не приставала и не прилипала. Ее я уже успела начинить. И у меня здесь сегодня сушеная зелень. Также можно использовать и свежую зелень, можно какие-то овощи. Но сегодня у меня вот сушеная зелень. И также я ее еще посыплю красным перцем. И в таком вот виде отправлю в духовку на 250 градусов, минут, наверное, на 20. Плюс-минус буду следить, потому что я не люблю, когда рыба или мясо или птица пересушена. Я люблю, когда все свежее, что называется, в соку. Поэтому буду следить. И как только она будет готова, я ее сразу выну из духовки. И уже когда она будет в тарелке, ее можно будет немного посолить по вкусу. И также я добавлю лимонный сок. Я очень люблю добавлять лимонный сок к рыбе. Но это дело вкуса. Можно добавлять, можно не добавлять. Мне это очень нравится. Кроме рыбы у нас сегодня будет овощной салат. Здесь у меня один большой огурец, сельдерей, зелень. Это у меня кинза, помидоры черри. Вот такое вот количество. И немного сыра. Я натерла желтый сыр на терке. Здесь я даже не знаю точно сколько, но может быть грамм 50. В общем, маленький кусочек сыра, желтого твердого сыра. И его я тоже буду добавлять в салат. И буду заправлять салат оливковым маслом. Так что такой вот у нас будет сегодня обед. Сейчас я отправлю рыбу в духовку. Включусь. Буду готовить салат. И с вами немного поболтаю. Я начинаю готовить салат. И буду с вами разговаривать. Потому что вы мне пишите, что вам больше нравится, когда кулинарные видео сопровождаются беседами. А не в чистом виде они выходят. Я не против поболтать с вами. Поэтому буду резать салат и с вами болтать. Начну я с огурца. Буду нарезать огурец. Мне, кстати говоря, сегодня помогает ледуша, как всегда. Мне так намного проще, чтобы не устанавливать камеру на штатив. Лидуль, поздоровайся. Всем привет! Закадровый голос. У ледуши сейчас перерыв от уроков. Она делает уроки. И я попросила мне помочь. Салатик, кстати говоря, очень лёгкий, очень вкусный. Нам он очень нравится. Мы постоянно готовим подобные салаты. Разные, абсолютно разные. Вот сегодня сельдерей. Хотя я его, честно говоря, люблю не очень. Потому что, ну не знаю почему, как-то мне его вкус нравится не очень. Но он невероятно полезный. И он подходит как раз-таки к этим ингредиентам. Ну и чтобы не было совсем скучно, чтобы немного разбавить салат, я взяла сыр. Твёрдый сыр. Я, честно говоря, не помню, как называется этот сорт. У меня тоже вот постоянно спрашивают по поводу сыров. Я, честно говоря, не помню, как он называется. Но он жёлтый, твёрдый. Он немного напоминает пармезан. Вот примерно так вот. То есть даже неважно, как конкретно называется сыр, какой это сорт. Тем более, что сейчас у нас тут не очень просто найти какие-то особенные виды сыров. Самое главное, чтобы он был твёрдый. Если вот жёлтый, да, твёрдый. Ну и не очень жирный. Хотя, даже если и жирный, в общем-то, его тут совсем чуть-чуть. Поэтому тоже ничего страшного от этого не будет. Ну и, конечно же, оливковое масло. Без него просто никуда. Масло это наше всё. Но в натуральном виде, конечно же. Конечно же, в натуральном виде. На завтрак я сегодня... Сейчас я вам расскажу, что у меня было на завтрак. Ничего интересного, особенного не было. Сегодня была каша геркулесовая. Сыр тоже немного сыра. Немного оливок. И всё. Мёд. Мёд. Да, и фрукты. Немного фруктов. Такой вот у меня был сегодня завтрак. Я утром вот просыпаюсь. То есть я заранее никогда ничего не планирую. Что я буду есть. Я вот утром просыпаюсь. И уже вот... Иногда хочется омлет. Иногда я могу несколько дней подряд есть омлет. Но омлет я вам показывала. Да, как я готовлю. Часто тоже ем омлет. Но вот когда как. Так, сегодня захотелось кашу. А бывает прямо тянет на кашу. И я ем кашу, кашу, кашу. Но с фруктами там с чем-то. Ну и обязательно с мёдом. Это обязательно. Так, всё. Огурец готов. То есть мёд на завтрак это обязательно. Даже если я ем омлет, я обязательно ем ложку мёда. Там с чаем ложку, даже две. Может быть. Либо немного ещё творог. Там буквально тоже несколько ложек. Но вот таки здесь всё зависит от того... Ну, от аппетита, можно так сказать. Потому что иногда вообще есть ничего не хочется. Вот опять же таки всё. День на день не приходится. А есть надо. Ну, тогда съем что-то лёгкое. И всё. Я его, наверное, вот так вот. Его будет легче вот так вот нарезать. Прямо сразу сюда. То есть всё зависит от этого. Иногда бывает, что аппетита нет. А есть так или иначе нужно. И приходится что-то есть. А иногда бывает есть аппетит. Хочется то-то. Прямо вот настроение такое. У нас прямо повалил снег. Уже темно. Прямо такая зима-зима-зима. И вы знаете, вот у меня, да, вот ещё спрашивали. Отвечу как раз-таки на этот вопрос. Так, ещё кусочек вот такой вот разделю. У меня спрашивали, что делать зимой, когда холодно, когда хочется есть, хочется горячее. Вы знаете, нужно есть. Нужно есть обязательно. Ну, делайте себе просто горячие блюда. Вот, например, да, мясо, вот я показывала не так давно. У меня есть рецепт мяса в шубе или под шубой. Очень сытный такой вот плотный обед. И как бы его можно есть в горячем, в тёплом виде. То есть, мне кажется, вот зимой это самое оно. Вместо мяса можно и курицу, и там индейку, да всё что угодно. То есть, я вам рекомендую, вы ешьте. Обязательно просто готовьте более такие вот плотные обеды. Но плотно это не значит, там, жарить их на масле или какие-то там салаты, оливье. Именно вот мясо, овощи, например, именно такие вот обеды. Я, честно говоря, такие обеды не очень люблю. Мне больше нравится такая более сухая, что ли, пища, как это назвать. Ну, типа средиземноморская. Вот такие вот именно обеды, обеды я не люблю. Очень редко их ем. Но зимой вот это именно самое оно. Можно делать те же глупцы, например, да, вот с капустой. Тоже, кстати говоря, совсем недорого, но в то же время очень сытно и вкусно. Лидуль, их вот так вот по половинкам или ещё на четвертинке, как тебе больше нравится? Мне всё равно. Ну, такими кусочками? Ну, как? Ну, давай помельче сделаем. Ну, давай. Сегодня обычно я вот так вот делаю черри прямо вот на две части и всё. Да, то есть вот готовьте такие обеды. Опять же таки, пейте чай с мёдом. Есть очень много сортов мёда всевозможных. Есть белый мёд, он такой твёрдый-твёрдый, прямо вот как конфета. По-моему, донник, что ли, он называется, если я не ошибаюсь. Не очень хорошо я в этом разбираюсь. Но он очень вкусный и он такой вот как нуга, как конфета, очень вкусный. Вот, пожалуйста, чай и вот этот мёд. Ну, конечно, не объедаться мёдом, но вот захотелось сладкого, взяли себе, так сказать, конфету в виде этого мёда и кушаете, и всё нормально. То есть абсолютно нет никаких проблем. То есть вот, пожалуйста. Ну и также, если уж совсем захотелось чего-то прямо сладкого-сладкого, шоколад, ешьте тоже немного. Съели шоколад с тем же чаем, либо с кофе, если вы с кофе, допустим, любите что-то сладкое. И всё, и нет никаких проблем. Главное, немного. Так что вот зимой вот так вот спокойно всё это можно. И даже можно есть макароны. Мы их, правда, едим редко из твёрдых сортов шиницы, но их тоже можно есть. Если немного, если там без масла, просто вот отварили макароны, едите их, например, там с теми же овощами. Я макароны ем редко, я их могу просто есть в чистом виде. Вот иногда, редко у меня возникает такое желание, даже я их могу отварить, например, в курином бульоне. К примеру, отвариваем курицу, остаётся бульон. И я их просто отвариваю и ем, но совсем чуть-чуть, и бывает это редко. Но вот зимой, кстати, больше тянет на макароны, на пасту. То есть это тоже всё можно делать. И разделяйте. Вот я, например, как могу. Я, к примеру, съела макароны, вот просто, да, в чистом виде, просто макароны. Опять же, таких можно посолить. И часа через два я ем уже что-то мясное, там, с овощами, например, курицу. Мы часто очень едим курицу в разных видах. Либо там вот ту же рыбу, там ещё что-то. Сегодня я не ела. У меня сегодня так особо нет аппетита. То есть вот как-то так. Всё очень просто, всё очень легко. Нет никаких конкретных там диет или рационов, или ещё чего-то. Просто вот исключаете определённые продукты и употребляете всё остальное, что вам нравится. Главное, в меру. И как бы всё нормально. Так что вот сегодня у меня такой день бывает. То есть сегодня я буду есть фактически два раза. Вот у меня сегодня был поздний завтрак. Добавляю сыр сюда. У меня был поздний завтрак. И будет вот обед-ужин, и потом, ну, может быть, съем там, например, королёк. Кстати говоря, очень я вам уже говорила про королёк. И ещё раз хочу вам порекомендовать. Потому что просто вот потрясающее средство. Оно очень хорошо очищает организм. Оно также слегка мочегонное. Но это натуральное, как бы, да, мочегонное тоже. Ну вот очень-очень рекомендую. Если у вас нет, скажем, аллергии, там, ну, не всем его можно. Конечно, допустим, там много йода. Но кому-то вот есть люди, которым, например, нельзя йод. Хотя в основном всем можно и нужно. Но есть определённые эндокринные заболевания. В общем, если этого у вас нет, я вам очень рекомендую. Потому что на самом деле очень вкусная и полезная вещь. Так что вот так. Либо там творожок какой-нибудь, яблочко. Ну, я даже не знаю. Вот так, если прямо вечером очень хочется. Нарезаю зелень. Я люблю именно кинзу в основном салатом, потому что она мягкая и ароматная. Петрушка тоже, конечно. Да и остальные виды зелени. Всё, в принципе, вкусное. Я люблю это, полезно. Лидуль, ну я нарежу хорошо. Положу сюда зелень. Да, ты как бы это. Лидуша не очень любит зелень. Хотя зелень очень полезная. Я добавлю тогда, Лидушка. Да, ты смешаешь. Да, да, да. Так, всё. Салатик практически готов. И солить опять же таки уже в тарелке. То есть вот мы солим только в тарелке всё. И добавлю сейчас сюда масло, наверное, 2 ложки. 2 ложки, потому что здесь много всего. Вот такой вот получился салатик. Так, сейчас я... А масло особенно вот зимой, да не только зимой. Круглый год его нужно есть, потому что очень полезно. И всякие витамины, микроэлементы. Ну, не буду вам рассказывать это. И так очевидно все об этом знают. Но обязательно нужно есть масло. Оливковое, виноградное, льняное. Любое, любое масло. Всё это полезно, нужно, необходимо. Так что вот всё, салатик наш готов. И его можно сейчас вот заправить лимоном. Лидош, или как, ты будешь? Я буду. То есть вот прямо сейчас заправить лимончиком, да? Или в тарелке каждый? Ну, давай сейчас. Всё, хорошо. Так, я прямо вот так вот уже выжму. Прямо сразу, не буду там в этой соковыжималке для цитрусов. Прямо вот так вот выжму. Вот такой вот, чуть меньше половины, примерно 1 треть. Так вот, сюда лимончик. Ну, лимон тоже, он очень полезен, особенно в холода. Тоже об этом нет необходимости рассказывать. В общем, всё, наш салатик готов. Сейчас я буду проверять рыбу. Что у нас там с рыбой. Она очень быстро готовится. Так, ну, наверное, хватит. Столько, если что, уже каждый добавит к себе в тарелку. И всё. Всё, салатик готов. Его можно сейчас ещё немного украсить веточкой зелени. И всё. Ну, всё, мои дорогие. Я буду проверять рыбу. И до следующего включения. Такая получилась рыба. Сочная и очень ароматная. Прямо хочется её поскорее съесть. Лимоны. И салат. И будем сейчас обедать, потому что уже проголодались. На этом всё. Благодарю всех за внимание. Надеюсь, вам было интересно. Всем отличного настроения. Удачного дня. Приятного аппетита. И до скорой встречи. Пока-пока.